И последний штрих, это карандаш для губ и блеск. Не будем делать акцент на губах, как договорились. Сделаем очень легкий контур, совсем легкий, для того, чтобы у нас блеск особо... Ну, видите, я взяла карандаш тон губ, то есть не надо здесь каких-то ярких оттенков. Губки у Кати красивые, очень гармоничные. Можно, конечно, посидеть, порисовать, сделать верхнюю губу чуть-чуть побольше. Такой, знаете, уже вот... Такой эффект. Его так делать не надо будет, да? Да, да, да. Ну вот, открой. Обязательно не забывайте про уголки. Открой ротик. Значит, вот здесь вот обязательно в уголках нужно... Обязательно уголки прокрашивать. Знаете почему? Потому что иногда мы берем помады, и у нас тут все нормально, а тут потекло. Ну, там блески для губов бывает такое, да? И еще на что обратить внимание. У Кати, и вот часто у молодежи, я по дочке знаю, очень сухие губы. Есть такая фишка? Есть. Значит, что нужно пользоваться чем? Увлажняющими помадами. То есть, если вы помадами пользуетесь, берете именно где написано увлажняющие. Значит, сначала у вас будет все скатываться на губах. Вы будете пользоваться, у вас так... Вот эти вот катышки будут. Это все нормально. После применения, буквально через, ну, две недели, может быть, у вас 21 день вообще надо, чтобы клеточки выйти на поверхность. Вы счистите вот этот весь сухой слой. Вот и Катя тоже, да, говорю, потому что сухие, суховатые губы. И сверху у вас будут молодые, такие очень свежие, увлажненные клеточки. И любая помада будет держаться идеально. Что бы посоветовала вам? Есть такие бальзамы. Смотрите, вот здесь классный бальзам. В арифламензане, в каком-то каталоге тут будут идти. Увлажняющие и смягчающие. Два в одно. Вообще классно. И если, например, вы пользуетесь помадой, я, например, я беру, наношу бальзам, просто покажу разницу. Беру, например, яркую помаду. Ну, вот смотрите. Я сейчас рядом вам нарисую. Вот у меня, видите, какая помада. Достаточно яркая. Вот, смотрите, для разницы. Вот она, видите, как. А вот на бальзам, смотрите, какой оттенок получается. Уже другой совершенно. То есть он идет намного светлее, меньше интенсивности. А если еще на губах будете, это вообще будет мало заметно. То есть получается, можно очень легкие оттенки, вот именно добиваться оттенков помад, используя бальзамы для губ. Карандаш мы нарисовали. Как блеск у нас. Берем кисточку. Кисточки у нас есть такие специальные. Вот такие вот есть. Врач хорошие такие были. Сейчас их не делают. Видите, удобно. Нанес помаду, закрыл и в сумочке не пачкается. Сейчас таких нет, жалко. Вот кисточка в Reflame. Видите, какой яркий блеск у меня. В самом деле он не будет яркий на ее губах. Потому что мы нанесем очень-очень легко. Так, и блеск он придает выразительность. То есть он делает губы более объемными. И еще вот обратите внимание, если блеск стойкий или нестойкий. Я, кстати, знаете, что не сделала? Растушевку еще карандаша. Не забудьте, это не сделала. То есть вы карандаш нанесли, когда обязательно, вот контур сделали, обязательно вот таким образом, вот таким нужно будет, вот так вот все складочки, вот так вот все растушевать. Чем тщательнее вы сделаете растушевку карандашом, тем дольше у вас будет держаться помада на губах и блеск. Блески, конечно, быстрее съедаются, но есть устойчивые блески, есть устойчивые помады. Значит, в чем отличие? Обратите внимание, обычно еще рекомендуют, вот даже если помаду нанесли, блеск вот в серединку, нанести верхние губы, нижние губы, для того, чтобы более объемные были губы. Значит, есть еще коррекции по губам, интересные, разные. Там, когда при помощи карандаша можно сделать пухлые губы, можно тонкие губы сделать, но у нас просто сейчас цель не та. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова